Наверное, каждый его пробовал в заведениях, и везде он готовится по-разному, где-то это просто какой-то кекс в стиле брауни, потому что не умеют готовить, а где-то это действительно какая-то изюминка, где центр жидкий, прям вытекает оттуда вот этот соус, а если его сервируют еще с каким-то сливочным мороженым, это вообще фантастика. Сегодня буду показывать, как это делается, потому что десерт очень простой, здесь минимум ингредиентов, и он действительно получается классным. Давайте его приготовим вместе, пишите в комментариях обязательно, поддерживайте меня, мне будет очень приятно. Что у нас идет в рецепт нашего фондана? Мы будем использовать муку, мы будем использовать шоколад, в данном случае темный шоколад, можно использовать молочный, тоже хорошо получается. Мы здесь подготовили сливочное масло, сахар, в данном случае у меня коричневый, вы можете брать самый простой белый сахар. Также яйца, и можно использовать еще специи, можно добавить туда ванили, можно добавить какой-то тимут, перец, да, сычуанский, который даст вам пикантную такую нотку. Можно даже использовать корицу, либо что-то другое. Мы будем использовать сегодня такую специю, как боб тонка, очень уникальная, она имеет неповторимый какой-то вкус и даст такую изюминку. Давайте, собственно, приступим, что нам потребуется. В первую очередь мы смешиваем с вами, на водяной бане будем готовить и растворять шоколад вместе со сливочным маслом. Можно это сделать, кстати, и в микроволновке, здесь как вам удобно. Если у вас есть какая-то кухонная машина, которая справляется с этим, да, вот как в нашем случае, но мы сейчас не будем ее задействовать, будем в ней белки взбивать, точнее яйца. А здесь мы ставим все на плиту и растапливаем до однородности. Что такое водяное бане, да, то есть мы берем сотенчик с небольшим количеством воды, ставим это все на подогрев и таким образом, да, наша чаша, она соприкасается с паром и процесс приготовления здесь такой более деликатный. То есть мы никогда не подвергаем высоким температурам наши продукты. Вот сейчас вы заметите, как он начинает уже потихонечку таять и мы постепенно перемешиваем, превращаем все это дело в соус однородный. Все, практически все у нас растворилось и я вот не дожидаясь до самого конца снимаю все это с нагрева и пока отставлю в стороночку. Вот сюда. И мы дальше приступаем, мы будем сейчас взбивать яйца, помещу их сразу же в чашу. Нам потребуется два яйца. И сюда же добавляем сразу же весь сахар. Ставим все это дело в миксер и начинаем взбивать на средних оборотах. Выставляем здесь значение где-то, давайте, пятерочка. Подогрев нам не нужен, просто включаем. Пока у нас взбивается наша яичная часть, мы сюда натрем как раз-таки специю. Боб тонка действительно интересная специя. Она напоминает мне, по крайней мере, знаете, такой аромат какой-то абрикосовой косточки, что-то такое рождественское даже. И очень хорошо сочетается с шоколадом. Поэтому вот сюда это прям будет очень уместно. Не нужно его много добавлять, но для аромата вот немножко натрем, буквально, наверное, здесь одну четвертую. Все перемешаем и при выпечке оно раскроет свой вкус. Все, наша масса, она сейчас должна чуть-чуть подостыть. Яйца уже у нас взбились и мы начинаем это все дело вводить сюда аккуратно. Я сейчас снижаю здесь до минимальных оборотов. И начинаю сюда объединять нашу массу шоколадную. Добавляем ее и все это дело хорошо вымешиваем. Включу, да, сейчас на двоечку, чтобы она лучше размешалась. Все, когда она у нас вымешалась, я снова ставлю на единицу. И сейчас буду добавлять муку постепенно. Ждем полностью, когда объединится и уже замешаем все это дело лопаточкой. Все, вот такая консистенция у нас получается соуса. То, что на стеночках осталось, мы сейчас подмешаем. Возьму лопаточку сразу же. И прям берем вот это все дело со стеночек, счищаем и объединяем. Вот такой соус у нас должен получиться. По поводу подачи, действительно, она может быть абсолютно разная. Во-первых, мы можем использовать разные формы. Формочки наши, да, они могут быть круглые, могут быть квадратные. Либо вот такие достаточно классические. Можно наш десерт будет вынимать именно непосредственно из формы, да, чтобы получился десерт на тарелке. А можно подавать прямо вот в этой форме. На самом деле, вот такой формат мне даже больше нравится. Потом ложечку сюда мороженого сверху будет здорово. Давайте сейчас сделаем и наполним эти формы. Мне потребуется небольшое количество сливочного масла в ту форму, из которой мы будем доставать наше пирожное. А вторую мы не будем смазывать, потому что мы будем прямо оттуда все это дело пробовать. И здесь берем небольшое количество локализованного какао. Просто какао проходимся, чтобы у нас создалась такая корочка, да, к ней уже ничего у нас не прилипнет. Можно взять просто муку, либо даже миндальную муку будет тоже очень здорово. Все, и вот такую формочку мы сейчас наполняем нашей заготовкой, нашим тестом. Наполняем форму на две трети. Нужно учитывать, что, конечно же, наше тесто поднимется еще. Все, вот такую форму даже можно хранить. Она спокойно хранится где-то двое суток в холодильнике. И прямо потом берете и уже отпекаете прямо вот в таком виде. Ну что же, когда у нас все подготовлено, мы обязательно заранее включаем духовку. Она должна очень хорошо у вас прогреться. 190 градусов и конвекция. Но это еще не все. Как вы сами понимаете, формы бывают разные. Они бывают больше, меньше. И это же, конечно, тоже очень сильно влияет на время. Вот такая формочка, как у меня, будет выпекаться 10 минут. Это тот случай, когда у вас центр будет жидкий, такой как лава, вытекать очень красиво и вкусно. Если вы поддержите подольше, то у вас получится больше такой, как брауни. Поэтому вы уже играете с температурами и временем и получаете нужный результат. А мы отпекаем. Ну что, у нас все отпеклось ровно 10 минут. После этого мы дали 3 минуты постоять, чтобы оно немножко подостыло. То есть это обязательно, когда вы хотите извлечь из формочки, потому что у вас шоколад и тесто, оно как бы сжимается при охлаждении. И получается так, что легко оно будет выходить. Для этого нам потребуется какая-либо тарелочка. Мы берем ее, переворачиваем, и наш десерт готов. То есть вот так вот он выглядит. Его можно посыпать сахарной пудрой. Мы же будем использовать вот такое кокосовое мороженое. Смотрите, кстати, видео очень легко делается, быстро. И оно такое вкусное, друзья. Посмотрите на его суперскую текстуру. Выставляем это все дело сверху. Оно, конечно же, пытается у нас уплыть куда-то. Вот, и подаем в таком виде. Можно посыпать даже какой-то вот такой красивой присыпочкой. И наш десерт готов. Давайте посмотрим теперь, какой же он внутри. Возьму ложечку сейчас. Посмотрите. А? А? Супер. И сердцевина у него. Как бы это эстетично-то сделать? Как это люди делают? Открываем. А тут у нас вот такой вот замечательный жидкий центр. Не нужно добавлять в него дополнительно отдельно ганаш, как многие делают, да? Который в процессе приготовления становится жидким. Просто правильная технология, самые простые ингредиенты. И, пожалуйста, вуаля, классный ресторанный десерт у вас уже на столе. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Это очень вкусно. Я надеюсь, что вы будете готовить по этому рецепту. Всем до скорых встреч в новых видео. Ну и смотрите, конечно же, видео с этим классным мороженым.